Девушки отдыхают Девушки отдыхают Никого не щадит, и скоро ты состаришься, и даже сейчас дни пролетают, как ветер по страницам. Когда ты будешь казаться неудобной для тех, кто здоров и силен, они тоже избавятся от тебя. И где тогда ты будешь? Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Здравствуйте. Я бы очень хотела попасть к вам на консультацию с таким вопросом. Я хотела бы в ближайшем будущем создать семью и родить ребенка. Но несколько лет назад сделала аборт, и хотела бы спросить у вас, как это может поразиться на моих вот таких планах. Хорошо, давайте встретимся, и мы все обсудим. Дело в том, что у меня есть чувство вины, и я об этом никак не могу забыть. И у меня такое чувство, что это может повлиять на моих детей, будущих, и вообще на возможность иметь в будущем детей. Как вы считаете, чувство вины – это реальность или просто ваши какие-то домыслы? Это вот что-то реальное, которое существует в вашей жизни? Или это просто, ну, ваше заблуждение? Я думаю, что реальное. Что-то реальное, да? Я тоже так думаю. И ваш приход не случайно сюда, вы не зря задали этот вопрос. Это очень важно и для вас, и для многих других людей. Но прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу вам объяснить, почему делают аборт. Советский Союз был первой страной в мире в 1920 году, легализовавшей аборты. По скромным подсчетам, процент абортов по отношению ко всем беременностям сегодня составляет 70%. Примерно десятая часть которых приходится на девушек младше 18 лет. Из 38 миллионов женщин детородного возраста, более 6 миллионов – бесплодные. И врачи считают аборты важнейшей причиной бесплодия. У некоторых российских женщин за всю жизнь было до 50 абортов. Они, когда делают аборт, они думают совсем не о том, что есть на самом деле. Они как бы находятся в нереальности в это время. Они думают о том, какие трудности принесет ребенок. Какие, что на самом деле они не планировали зачатие, что сейчас не время, там маленькая квартира и так далее. То есть мысли в основном такие. Не планировали зачатие, сейчас не время. Я такой же, как все, как бутончик в оси. Я хотел встретить и по жизни идти. Я просил, не губи. Я молил, полюби. Только слышал ответ. Нет, нет, нет. Расцветают сады, приносят прады. Неужели бы мне не хватило еды? Как же красиво будет повесниться в обе. Неужели бы мне не хватило еды? Хорошо бы угодиться у птиц и зверей. Но ведь ни звери и ни птицы не губят детей. Вот смотрите, давайте возьмем, допустим, большой цветок. У него есть, видите, у него есть цветки. Он нравится, эти цветочки? Да. Ну да. Вот если бы этот цветок вы вырастили, и вышли цветочки, представляете, как бы они вам понравились? То есть они были бы желанными. То есть есть, допустим, сформировавшиеся листья. Мы можем видеть у этого зрелого цветка, что у него такие беленькие полосочки на листьях. Он такой довольно структурный. Но когда растение совсем маленькое, в нем нет особенностей никаких. Кроме того, что оно просто нежненькое, там маленькие листочки. И характер еще не сформирован. И нам кажется, что эта личность, она как бы присутствует, но она еще то ли непонятна, то ли это уже человек, маленький ребенок, то ли это еще не человек. И часто мы к нему немножко пренебрежительно относимся даже. Но в этом заключается идея, что когда, допустим, это маленький росточек, мы все равно его любим, мы считаем его человеком, и мы боимся его потерять. Но проблема заключается в том, что мы не понимаем, не понимаем, что когда он под землей, находится под землей, это тоже личность, которая имеет точно такой же характер, просто время отделяет эту личность от того, что появились вот эти цветы. Когда мы таким образом будем относиться к личности, которая находится в лоне, тогда, только тогда мы полностью поймем, какой поступок мы совершаем. Понимаете? Как личности, реальной личности зрелой, которая выбрала себе домик в вашем животе. Понимаете? То есть только тогда мы поймем, насколько важно то, что произошло, насколько это важно. Сегодня началась моя новая жизнь, хотя мои родители об этом не знают. Я девочка. У меня будут светлые волосы, и голубые глаза. Я же умею открывать рот. Я знаю, что моим первым словом будет мама. Сегодня началось биться моё сердце. Я каждый день понемножку воссту, каждый день. Сегодня доктор сказал моей маме, что я живу в её животике. Она, наверное, шерстяшила. Сегодня моя мама меня... С точки зрения современной медицины аборт – это удаление плода из матки. То есть это очищение матки даже. Если говорить более правильно, то это просто очищение матки. Вот это аборт. А с точки зрения невета вообще всех писаний, которые только существуют в этом мире. Аборт – это самое жестокое убийство, которое только существует. Потому что можно на самом деле убить воина, или, допустим, убить человека, который сопротивляется, или даже убить человека, который, допустим, не может сопротивляться, но, по крайней мере, он кричит и возмущается, и он пытается как-то дать понять, что это нехорошо. Но когда мы убиваем ребёнка в утробе, во-первых, мы самое беспомощное живое существо убиваем, во-вторых, никогда он не будет кричать, мы не услышим его крика, в-третьих, никто за него не заступится, и в-четвёртых, самое ужасное, никто не посчитает это преступление. В этом заключается аборт с точки зрения духовной, и нравственной, и чисто человеческой. По примеру России, во многих странах был принят закон об искусственном прерывании беременности. Обратим внимание на выражение «искусственное прерывание беременности». Звучит вполне прогрессивно и культурно, но что происходит с человеком после искусственного прерывания деятельности его сердца, мозга, будет ли он жить? А если нет, то какую роль играют слова? Тёмные дела нуждаются в том, чтобы их окружал туман, поскольку человек не выдержит их подлинного вида. Ультразвуковая съёмка аборта трёхмесячного эмбриона доказывает, что зародыш предчувствует угрозу со стороны инструмента, которым производится операция. Он начинает двигаться быстрее, и тревожнее. Его сердцебиение учащается со 140 до 200 ударов в минуту. Он широко открывает рот, словно кричит безмолвным криком. Эти кадры потрясают. Увидев их, многие, в том числе и настоящие врачи и сторонников аборта, стали их противниками. Во Всемирной Декларации прав человека говорится, каждый человек имеет право на жизнь, свободу и безопасность своей личности. Все равны перед законом, имеют право на защиту со стороны закона. Что же должно быть защищено в первую очередь? Жизнь человека, который не родился, или право женщины делать всё, что она захочет? Фактически, когда женщина вычищает матку, она не просто чистит её, она на самом деле её освобождает для того, кто должен быть. И тот родной росток, который уже живёт в её сердце, потому что, согласно Древним Писаниям, ребёнок сначала попадает в сердце матери. Он не попадает сразу в лодок, он попадает сначала в сердце. И поэтому вы ей говорите, я не зря вам задал вопрос. Я вас спросил, это реально существует скорбь? Она находится внутри вас, или это просто вымысел? И вы сказали, что она реально существует. Потому что ребёнка можно вырвать из лона, но из своего сердца его убрать нельзя. Понимаете? Оно в сердце всё равно остаётся, он там живёт. И мы можем вырвать кого угодно из своего тела, допустим, но мы никогда не сможем человека, душу, которая поселилась у нас внутри, в нашем теле, мы не сможем убрать из своего сердца. Иногда мы бросаем близких людей. И часто люди, не задумываясь, бросают мужа или жену. И только потом, через год-два, приходит ощущение, что это было ужасно, то, что я так поступил. Потому что можно, допустим, поставить в бумаге, на бумаге поставить развод, и всё, вроде бы, разошлись, так кажется. Но из сердца человек просто так не выгонишь, потому что сердце не подчиняется ни законам государства, ни подчиняется нашей воле. Сердце подчиняется законам любви, ни законам чистоты и нравственности, которые существуют сами по себе, независимо от нас. И вы, почувствовав вот эти законы, для того, чтобы зачать будут другого ребёнка, вы сейчас хотите очиститься. Результаты исследования психологов свидетельствуют о том, что у женщин, сделавших аборт, вероятность жестокого обращения с собственными детьми значительно выше, чем у женщин, никогда не делавших аборт. Это объясняется тем, что они испытывают постоянное чувство вины и потери, приводящее к вспышкам ярости. У женщин, сделавших минимум один аборт, вероятность появления алкоголизма выше в два раза, а вероятность злоупотребления различными медикаментами и наркотиками в три раза по сравнению с теми, кто не прерывал беременность. Вы должны раскаиваться. Очень искренне, глубокое и длительное, длительное, длительное раскаяние освобождает сердце. Просто это раскаяние рождает знания о том, кто такой ребёнок, почему он даётся нам в жизни, как мы должны к нему относиться и так далее. Когда человек вот так вот настроен, то не только психические проблемы отношений решаются в результате этого, в будущей семье, но также решаются вопросы болезней, потому что мать, которая убивает ребёнка в чреве своём, она становится наказана тяжёлыми болезнями женских органов. Понимаете? И когда эти болезни вылезут, никто не знает. Но если женщина раскаивается и ведёт себя очень чисто и искренне по отношению к этому, то она прощена. Слова Олега Геннадьевича очень глубокие мысли в меня заронили. То есть я как-то догадывалась об этом, то есть получила ещё раз подтверждение, что необходимо работать над собой, необходимо за каждый поступок, которое мы совершаем, мы должны как-то расплатиться, что ли, да? И что перед тем, как создавать семью, необходимо действительно освободить своё сердце, очиститься. Так что буду работать над собой. Завершилась ещё одна индивидуальная консультация профессора Тарсунова, и для Наташи теперь есть выход из сложившейся ситуации. Смотрите далее, если ты одинок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова